Крупнейший чемпионат юных чтецов «Страница-21» был создан в Новосибирске в 2014 году. За это время к нему присоединились участники из разных стран мира. В прошлом сезоне конкурса в выразительном чтении соревновались 40 тысяч старшеклассников. Брест стал пионером увлекательной инициативы в Беларуси. В прошлом году в турнире участвовало около 40 регионов России и 11 стран за рубежей. Почему-то не была представлена Беларусь. В этом году мы по инициативе директора нашей Светланы Ивановны решили присоединиться. Мероприятие действительно удивительное, потому что мы первая библиотека, которая присоединяется к проекту «Страница-21». С точки зрения создателей чемпионата, подобные инициативы повышают интерес к чтению у детей и взрослых. Да и просто позволяют провести время весело и с пользой. В чтениях в Бресте приняли участие молодые люди от 14 до 17 лет, учащиеся в учреждении образования города. Любой текст пропускаю через себя и выдаю эмоции. Я считаю, что если человек делает всё искренне, действительно, правда, как он это чувствует, ну, это естественно, это органично смотрится всё время. Когда человек переигрывает и какие-то эмоции из себя выдавливает, ну, это же неорганично смотрится и неправильно, я считаю. Выразительность самого прочтения зависит от того, насколько ты прочувствовал слова, написанные самим автором. Тот образ, который сложился перед тобой, то есть та картинка, она напрямую зависит, насколько ты удачно сможешь в дальнейшем этот образ транслировать в своей аудитории. Ребята читали отрывки из прозы и поэзии без предварительной подготовки и за одну минуту. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взятое из немецкого романа. Но Елизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень довольна. Жюри оценивало технику чтений и артистизм по шестибальной шкале. У победителей региональных состязаний выразительности есть возможность попасть на общие международные чтения, которые планируются в Москве летом. Чтобы понять, что чувствуют участники проекта, просто подойдите к книжной полке, возьмите первую попавшуюся книгу, откройте на любой странице и читайте, желательно выразительно. Вот, к примеру, Эрнест Хемингуэй «Прощай оружие». Была уже осень, и деревья все были голые, и дороги покрыты грязью. Оказывается, это не так уж и просто. Кстати, тренируемся мы не просто так. Совсем скоро в Бресте, 8 апреля, пройдет подобное мероприятие, но только уже для взрослых. Вероника Яковец, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».